Дорогие друзья, возвращенные на Сион, Оазис Медиа, мы в Израиле, в Хайфе. И я рад быть с вами сегодня. Сегодня еще поговорим о коротком уроке, который звучит с таким страшным словом «реинкарнация». Ешуа называл Ехуанана крестителем вторым Ильей. А некоторые еврейские учителя говорят о переселении душ. Неужели в Библии есть место для реинкарнации? Я не верю в реинкарнацию. Я слышал неоднократно, и это стало таким ноу-хау в раввинистическом современном учении, что реинкарнация, что мы как бы делаем эти витки, и с каждым новым витком мы очищаем, освежаем, совершенствуем свою душу. На самом деле это чистый буддизм. И как недавно было замечено на встрече мессианских руководителей общин в Берлине, и ни один человек сказал такую фразу, то, что сегодня пропагандирует современный раввинистический иудаизм, очень сильно отличается от того иудаизма, который преподавался во втором храме и во времена Ешуа. И те бы учителя, посмотрев на сегодняшнее, сказали, о чем эти люди говорят. Понятно, многие элементы остались. Не принимайте меня слишком сурово, но, к сожалению, много вещей странных врываются в еврейское понимание священных писаний, и нужно некоторые вещи фильтровать, откидывать в сторону. Но реинкарнация – это одна из тех тем, про которые стоит поговорить. Это чистое язычество. Это чистое язычество, которое скрывает от нас момент возмездия. То есть наказание за грех, ну типа ладно, сделаем еще один виток. Или, как говорил великий еврейско-советский или пел певец Владимир Высоцкий, а если был ты туп как дерево, то будешь Баобабом тысячу лет, пока помрешь. Короче говоря, это не библейское учение. И когда писания говорят, что вы хотели видеть Илью, уже был Илья, Иешуа, по всей видимости, вот я так понимаю это место, говорит об образе, о некоторой стилистике, похожести. Самого Иешуа также сравнивают с некоторыми бывшими перед ним духовными лидерами. И не будет вам другого примера, кроме Ионы Пророка. Помните, это один из примеров, который указывал на Иешуа. Или, подобно как царь Давид, сын Давидов. Или, как Моше будет вам вождь. Это не значит, что Моше реинкарнировал в Иешуа. Но элементы характера, помазания, которые были на Ионе, или были на царе Давиде, или были на Моше Робейну, они отразились в Иешуа. В нас могут отражаться многие великие качества других или предыдущих, и родителей наших, и великих, и учителей великих. Мы же толком не знаем свое родство. Они могут проявляться, но на самом деле они там, внутри нас, могут сражаться с тем, что называется ЕЦР-РА. И величие может только проявиться в победе над ЕЦР-РА. Ну и здесь Господь Бог нам дает помощь через Мошеха. Но, возвращаясь к идее реинкарнации, Писание не учит об этом. Ни в Танахе, ни в Брита Хадаша, нигде не говорится о реинкарнации. Понятно, можно какие-то места взять и истолковать их как угодно. Писание все-таки учит нас толковаться самым базисным методом. Это Пшат. То есть, когда мы про контекст говорим. Написано, делай так, делай так. Ты можешь мудрствовать. А, я могу это обойти тем или другим образом. Я уже несколько передач назад касался кашрута, допустим, для евреев. Есть написано, хочешь делай, хочешь не делай. Это твоя совесть перед Господом Богом. Это твоя совесть с Шабатом. Если ты еврей, как поступить? Я даю вам знак. Вы будете соблюдать этот день. Как его соблюдать? Это другой вопрос. Но когда ты его размазываешь и говоришь, да, это все старое, это все ушло, это твоя проблема. Но Пшат это то, что определяет важность толкования. Ну, по крайней мере, так говорит еврейская германептика. Потому что вещи, связанные с намеком, с драшом, с содом, с тайной, они у каждого могут быть свои. И это все хорошо. Но Пшат это то, что мы видим в Писании. И Пшат это то, что в нас видят люди. Пшат, Пшат Священных Писаний не учит о реинкарнации. Не учит об этом. Он говорит, что человеку должен один раз умереть, и потом его душа идет на суд. Я вам, знаете, расскажу одну историю, которую рассказал мне, уважаемый мной, человек. Мы живем в Израиле, и здесь, в Израиле, есть такая группа людей, которых называют друзы. Друзы свято верят в реинкарнацию. И знаете, что они говорят? Вот бывает ситуация, погиб человек, и через несколько лет вдруг говорят, он родился в чужой семье, то есть реинкарнировал. Он приходит, вот мальчик или девочка приходит в дом своих бывших родителей и показывает какие-то вещи, которые мог знать только тот умерший. До него взрослый, ребенок, неважно кто. И этот уважаемый мной человек говорит, что однажды из такого друза изгнали беса. И он все забыл. В общем, я не верю в инкарнацию. Это не библейское учение. Давайте смотреть, что Писание учит нас в пшате, в конкретном толковании. И пусть Бог благословит нас понимать Писание правильно. Благословим его. Субтитры создавал DimaTorzok